Разделяй и властвуй, гласит известная фраза. Однако кировчанам это пока недоступно. Люди жалуются, что разделенные ими отходы все равно приходится выбрасывать в общий бак. Прежнее для раздельного сбора куда-то увезли. Вернутся ли они и как обстоят дела с мусорной реформой, узнал Кирилл Комаровских. Пока Елена Тиванова ездила к внуку в Екатеринбург, из-под окон ее дома на студенческом проезде 3 пропал бак для раздельного сбора мусора. Произошло это две недели назад. Кировчанка просит вернуть все на место, ведь она им часто пользовалась. Потому что люди уже сознательно привыкли и приносят мусор. И хотелось бы, чтобы это куда-то на хорошее все это ушло. Не просто было выброшено и годами это все перерабатывалось. Ну, гнило, так можно сказать. У нас, значит, там была написана сортировка химических пластика, значит, от химических продуктов какие-то, значит, от гелий, там, значит, еще что-то. А потом, значит, бутылки из-под молока можно было. При этом контейнеры для раздельного сбора пропали не только со студенческого проезда. На это жалуются жители и других улиц. Министр охраны окружающей среды Кировской области объяснил исчезновение урн. Забирают с контейнерных площадок. Они принадлежат у нас частной компании. И это решение как раз организации по сбору вторичных ресурсов. То есть они захотели эти контейнеры поставили, захотели убрали. Но о чем мы сказали сегодня, в соответствии с законом, расставлять контейнера на контейнер-площадках имеет право только региональный оператор. Если компания занимается сбором вторичных ресурсов, ей необходимо заключить соглашение с рекоператором, согласовать с администрацией города Кирова возможность установки этих контейнеров и заниматься этим видом деятельности. Министр сказал, что контейнеры попали, цитата, в серую зону, конец цитаты. При этом он добавил, что работу по раздельному сбору мусора не упраздняют. Напротив, она будет масштабироваться. Запускаем в 2025 году предприятие по сортировке отходов. В этом году мы направили заявление в Министерство природных ресурсов для предоставления субсидий областному бюджету на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов. Соответственно, наша задача синхронизировать ввод в эксплуатацию предприятия по сортировке и расстановку контейнеров для раздельного сбора, в первую очередь, на территории города Кирова, городов Слободской, Кирово-Чпецк. Пока развивать инфраструктуру по приему нецелесообразно. Нет смысла ставить на каждую площадку контейнеры для раздельного сбора мусора, если нет ресурсов для их переработки, заключил министр. Всего же в Кирове и области установлены более ста контейнеров сеток для приема пластика. Ежедневные отходы сортируют порядка 25-30 тысяч человек.